Добрый вечер! Что, чакая ты, кто вырышил не переводить жилой помешканье вауласность, расслумачить специалист? Жихарам малых городов Беларуси стала простее отримать льготные кредиты на ремонт жилья. Кто мая права скорыстаться этой махчимостью, расскажет эксперт. На початку червня с Гомеля до Минска почни ходить электротягник. Доведуемся, кольки часу зоеме подороже до столицы, як змениться рух тягников. А так само потекавимся, на кольки адрознюються цены на продукты на Гомельском центральном рынку и у краме Росинка. Об этом подробно в нашем сёняшнем выпуске. Обменять после деноминации больше 210 миллионов рублей на новые гроши можно будет только с пашпортом. Гэта мера повинна не допустить легализацию доходов, отриманных злочинным шляхом, при обмене гроши в связи с деноминацией. А крамя того, Нацбанк Рослумашу, як будуть формироваться обменные курсы валют пасля першага липеня. Так обозначать ответность кошту валют на стендах, сайтах и указах банки повинны будуть у грошовых знаках старога и нового узору. А крамя того, банкам рекомендовано вызначать кошт покупки и продажу валюты у новых грошовых знаках дальше 3 нулё пасля коски. Гэта будзе выглядать прикладна так. У чеки сумма беларуских рублё, обменный курс банковская комиссия указываются у новых грошовых одзинках. Але банк пасвым жаданні може адлюстраваць гэтай дадзіны і ў старых грошах ў полі для доведачной альбо рекламной информации. До інших тем. У одной из наших программ мы рассказывали, што с першага липеня грамадянам, які не приватязывалі кватыры, мясцовые выканками прапануюць заключыць догавор найму. Нагадаем, застався апошнім месяц, каб паспець падаць заяву на приватязацію. У адваротным парадку жылё пяройдзеў разрадка мерциннага і што месячна трэба будзе платіць за яго арэнду. Выплаты за приватязацію кватыры могут быть разлічаны на сорок годов, але 10% адагульной суммы трэба будзе заплатіць адразу, адзіначасова альбо на протягу года. Важна адзначыць, што до моменту пагашэня растрэміновкі распораджацца кватыры нельга. Напрыклад, прадаць альбо падарыць і здаць. Здараюцца, што людзі адмавляюцца ад приватязація кватыры, тому што ёе сумма здаецца ім завышанай. Що касается многочисленних обращений граждан о несогласи с оценочной стоимостью приватизируемого жилья, то хочу отметить, что в связи с этим главой государства подписан указ 21 января этого года, номер 25, который предоставил право гражданам, которые не согласны со стоимостью приватизируемого жилья, обратиться в специализмі організации, такие как БТИ, и за собственные средства провести независиму рыночну оценку такого жилья. И решения о приватизации будут приниматься по наименьшій стоимости, то есть либо рыночной, либо оценочной. Доведаться, у чим подпорядкований знаходиться жилье, можно у той організации, на рахунок, якой вы оплачуваєте коммунальні послуги. После этого падається заява. Работа, як правило, побудована по принципі одного окна. Человек приходит, падає документ, в течіння месяца у нас выходит полностью расчет, где мы ему показываем, сколько стоит его квартира, какая рассрочка, на сколько он хочет, и какую сумму он потом будет платить в рассрочку. И что решение наше, действительно, согласно указу, выходит оно в течение месяца, и действительно с момента подачи заявления и выхода решения ровно один год. То бишь вот эти 10%, которые как бы очень страшно насобирать, люди могут насобирать в течение 11 месяцев, чтобы за последний месяц сходить в нотариальную контору и заключить договор купли-продажи. Мясцовые органы после 1 липеня пропонуют оформить новые экономичные относины. В выпадку неозгоды с переоформлением жилья на арендное, оплата за проживание у им выставляется усю ровно, а алгоритм работы с неплательщиками вядомы. Але одрознение от приватизованных кватер, санкции больше жорсткие. Арендного жилья можно позбавиться при запозиченности термином не больше к 2 месяцы. Наймальника могут выселить без предоставления іншого помешканья. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Жахарам городов Беларуси с колькостью насельництва до 20 тысяч человек стало простее отримать льготные кредиты на ремонт жилья. Зменения утримливают указ президента номер 141. Документ накерованный на урегулирование питания предоставления льготных кредитов в выпадках, коли жилое помешкание на правах долевой властности належит не одному, а одразу некольким гражданам. Так, предугледжены новые увядения, які ранее не были вызначены законодавством. И льготный кредит зараз може быть предоставлены не только уласнику жилого помешканья, али одному з дольщиков. При этом необходна згода усіх уласников. До полного погашения льготного кредиту, выкаристанного на капитальный ремонт альбо реконструкцию, отчужение, продаж, обмен альбо дарение не тільки жилого помешкання, а лея готшасток забороняється. Також указом регламентирован принцип одноразовости получения льготного кредита. Если раньше он определялся только в отношении кредитополучателя, то теперь и применительно к жилому помещению на ремонт или реконструкцию которого предоставлен льготный кредит. Учитывая то, что банк выдает льготные кредиты по утвержденным райсполкомам спискам льготного кредитования, то более подробную информацию можно получить в каждом конкретном случае, обратившись в райгорысполком по месту жительства. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Трапить с Гомеля у Минск можно буде на 40 хвилин худшей. Шлях зоми усяго три години. Белорусская чигунка у режиме подконтрольной эксплуатации 3-го червеня наладить рух электротехников межрегиональных линий бизнес-класса до белорусской столицы. Техники Гомель-Минск, які обслуговываются вагонами локомотивной тяги, на першем этапе заменять мотор вагонным рухомым составом электротехника региональных линий вытворчасти компании «Штадлер». Расклад руху будет скорректированным. Наприклад, штоденный тягник номер 707 будет отправляться с Гомеля у 7 годин ранницы и пребывать в Минск без одной хвилины у 10. Назад тягник номер 708 будет выезжать у 18.50. На Гомельском вокзале он спынется у 21.49 хвилин. Больше подробязный расклад можно найти на сайте чигунки. Уперед подконтрольной эксплуатации электрификованного участка будет проверяться работа техничной инфраструктуры у реальных умовах следования техников на электротязе. Так само будет уделена увага оптимизации раскладу их руху. А кроме того, поведомляют в пресс-службе, белорусская чигунка готова до открытого диалогу с пассажирами и разглядеть конструктивные пропановы по его доскональвании. Нагадаю, помеж Гомелем и Жлобином с початку мая уже курсирует электротягник. На этом участке он салком заменил дизели три разы на день, доставляя пассажира у райцентр. Жлобин от Гомеля находится на отлеглости у 100 км. И гэты на керунок достаточно запотрабованы. Особливо, что тычется теплого переду года. Дачники активно корыстаются чигуночным транспортом. Важный напомин, что году перед сезонных сельгазработах, это с початку мая до конца вересня, пенсионеры мают право ездить у тягниках региональных линий эконом-класса за паутсаны. Для набытя льготных проездных билетов пассажирам необходимо предъявлять оригиналы пенсийных посвященнёв. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Зараз традиционное знакомство с ценами на продукты. Мы наведали центральный рынок и снова побывали у крамера Синка, которая находится побачь зим. У другой полови мая ассортимент садовины и Городины повеличивается, и тут рыночные гэндляры оказываются на крок напереде. Например, по куль только на рынку мы нашли клубницы – килограмм 80 тысяч, шарешню по 150 тысяч, кабачки по 20 шатыры и баклажаны по 50 тысяч за килограмм. И разностайную зеленину – базилик, руколу, кинзу по 10-15 тысяч за пучок, кровь с петрушкой по 5. Что до традиционного пиролику продуктов, то бульба и свежая капуста больше танные на рынку. Каштуют 3 100 и 12 100 – отповедно. Цена на бурак – амаль не одрознивается. Помидоры на рынку – от 27 до 46 тысяч. У крамера – амаль – 38. А гурки больше выгодно набыть на рынку. Початковый кошт от 15 тысяч. А короня, галенку, стягня купим у краме. Цены на гэты и многие иншие продукты у наступной таблицы. На гэтым сегодняшний выпуск завершен. И с вами была Марина Северьянова. Як завсёду сустренимся ровно просты дени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова